Всем привет! В этом видео я покажу, как можно легко сделать вот такой зажим или заколку для волос с розой своими руками. Для начала мы будем шить саму розочку. Для одной розы нам понадобится атласная лента шириной 5 сантиметров и отрезок длиной 70 сантиметров. Срезанные края ленты обработаем огнем. После этого переворачиваем ленту изнаночной стороной к себе и край заворачиваем под углом. Кончик слегка сворачиваем внутрь и фиксируем его нитью. После этого свободный длинный край ленты мы заворачиваем вверх изнанка к изнанке по получившейся линии и сверху мы фиксируем обе линии иголкой, чтобы лента не скользила. После этого прошиваем вместе два края вот по этой линии. Два края ленты прошиты, иголку можно убрать. Переворачиваем ленту, чтобы свободный длинный край лежал изнанкой к себе. Снова заворачиваем край вверх и фиксируем иголкой, чтобы лента не скользила. Прошиваем вместе два края ленты. Прошиваем вместе два края ленты. Прошиваем вместе два края ленты. Убираем иголку, переворачиваем ленту изнанкой к себе, край заворачиваем вверх, фиксируем иглой и прошиваем вместе два края ленты. В одном из своих предыдущих видео, ссылку я оставлю выше, я показывала как шить похожий вид розочек. Они очень похожи на эти, но все-таки немного отличаются. Эти розы мне нравятся больше. Переворачиваем изнанкой к себе, край поднимаем вверх, фиксируем иглой и прошиваем вместе два края ленты. Так мы будем шить до конца, пока не закончится наша лента. Заканчиваем шить. И вот такая трубочка у нас получилась. Сейчас мы будем шить саму розочку. Свернутый край я переворачиваю швом вниз. И затем подкручиваю ленту, чтобы все швы изначально сделанные лежали вверху. Фиксирую все швы нитью. Продолжаю подкручивать ленту, чтобы все швы оказались вверху. Фиксируем все иглой. При сшивании не стягивайте розочку слишком сильно. Иначе она получится очень высокой и узкой. Продолжаем шить розу. Все ранее сделанные швы я подкручиваю, чтобы они все были вверху. Все швы должны оказаться на одном уровне. Не натягивайте ленту слишком сильно. Чтобы роза не получилась чересчур плотной. Продолжаем укладывать ленту. Подкручиваю трубочку, чтобы все швы были вверху. Оказались вверху. При шитье не стягивайте розу. Продолжаем подкручивать и сшивать ленту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Никаких швов и краев ленты не было видно. Аккуратно заделываем и прошиваем край розочки. Чтобы нигде ничего не выглядывало лишнее. Также я немного прошиваю розу вглубь, чтобы зафиксировать все слои ленты. Розочка готова! После того, как роза сделана, мы сделаем лепестки и бутоны для роз. Для лепестков я возьму отрезок ленты примерно 7 см. Ленту складываем лицевой стороной внутрь и зажимаем уголок. После этого срезаем листик и спаиваем его над огнем. Длина лепестков может варьироваться от больших к меньшим. Не обязательно делать все лепестки одной длины. Спаиваем край над огнем. После этого я пройдусь по краю, где спаил лепесток, еще раз над огнем и выгну его, чтобы придать лепестку красивую форму. И сделаем такие же лепесточки из органзы. Атласных лепестков мне понадобится примерно 15 штук и лепестков из органзы примерно 10 штук. Продолжение следует... И сейчас мы сделаем бутончик. Для бутона мы будем делать вывернутый лепесток. Его я буду делать из отрезка со стороной 4 см. Складываем лепесток. Зажимаем его пинцетом и край мы будем спаивать над огнем. Хорошенько прижимаем. Поворачиваем лепесток. Таких лепестков понадобится для бутона 3. Теперь мы просто склеиваем эти лепестки между собой. Для одного бутончика вы можете использовать также два лепестка, а не три. Проклеив их между собой. Я сделаю бутончики побольше, поэтому возьму для одного бутона три лепестка. Лепестки проклеены, бутончик готов. Сейчас нужно вклеить этот бутон в лепесток. Для бутона я выберу лепесток побольше и вклею его внутрь. И сейчас все элементы для нашей заколки готовы. Останется только прикрепить их поэтапно к основе. Как сделать надежную основу и крепление для заколки, я оставлю ссылку выше. Теперь я комбинирую атласные лепестки с лепестками из органзы и буду приклеивать их к основе. Длина моей заколки 8 см, длина основы 7 см. Постепенно клею подложку из лепестков. Комбинирую атласные и лепестки из органзы. Комбинирую атласные и лепестки. Основа под розу из лепестков готова. Сейчас я приклею бутоны. На изнаночную сторону лепестков с бутонами я наношу немного клея и приклеиваю их. Осталось прикрепить саму розу. Наношу клей на изнаночную сторону розочки и приклеиваю. Вот такой зажим получился. И вот так выглядит изнаночная. И вот так выглядит изнаночная. И вот так выглядит изнаночная. И вот так выглядит изнаночная.